да и такое мое мнение вы спрашивали я этот ролик видел вот с вами и лидия ефимовна разговаривала да ну а где ты видел ролик этот а вну на ю тубе но так редко захожу редко захожу что там надо посмотреть иногда ну мне по моему даже сказали говорит посмотри вот мне было интересно вот и вообще я стараюсь я думаю что наверное и путин делает любые свои и разговоры все то есть анализировать для того чтобы понимать как ты видишь только слушай вообще но для меня анализ важен то есть ты должен анализировать и видеть свои ошибки где ты чё как ты говоришь я когда увидел я говорю ну там а люди вот я там комментарии читаю даже там всякие комментарии такие ну ну и что такого но я посмотрел ролик ролик хороший значит как бы первые такие чувства могут в человеке вспыхнуть ну такие недовольства какие-то там еще что-то у кого какие чем если он зритель пришел короче зрители это одно например если про меня говорить вы же ко мне сейчас пришли вот то есть как бы мое мнение то есть что вот там что-то там наговорил хотя на самом деле как как я мыслю вот ну там что-то где-то внутри вспыхнула я же человек у меня эмоции тоже вот вот но все это значит уже разумом как говорится думаешь как здесь важно как предпринимателя вот предприниматели бизнесмены меня поймут то есть это был такой урок очень хороший урок я получил вы знаете что вообще знаете что в мире самое дорогое ну если мы не берем душу человека там что в мире самое дорогое самое 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 потребуется всегда но я не могу отвечать на этот вопрос не учитывая то что я христианин ну да не вот именно в земном плане чтобы в любом плане самое драгоценное не потерять свое спасение а для этого необходимо ходить во свете как он во свете иметь общение друг с другом и тогда кровью ощущать нас от всякого греха 1 иоанн 1 7 в этом основа вот это духовная часть а вот если не духовно если вот и земное здесь мы живем духовное греховное то и жить незачем не жить незачем нет это все пустое значит я подскажу то есть там это не золото не нефть не алмазы ничего сегодня самое дорогое в мире эта информация вот ну и какой толк что у тебя там есть вертолет например а ты не можешь им управлять ну как я просто как пример привожу вот поэтому что собственно я получил вы спрашиваете как бы вот она приходила до беседовала я то ее позвал вот я ее позвал и почему именно позвал потому что на следующий день приезжали вы это я ее задержал я знал что если она если вы приедете все и потом вообще не смогу вытащить там полная занятость будет и так далее поэтому уже поздно вечером я там нашел и как-то вот ну в общем пришла лидия ефимовна и мы поговорили с ней я получил хороший урок вот и мало того что просто дешевый за два стакана березового сока я предлагал и чай там еще что то знаете может быть вам это непонятно я говорю любой бизнесмен предприниматель поймет ну вот это опыт опыт который стоит денег больших информации ну вот и мне было интересно услышать значит собственно там она все сказала правда назвала меня ребенком то есть ну она как мать моя что ли теперь если я туда поеду у меня там есть еще мама вторая знаю уже у кого там остановиться тебя не обидела никак нет никак значит когда я в армии вы знаете я вам давал у меня в армии было такое же что я стихи писал мы там немножко буквально но я я знаю это чувство когда вот ну так это называют музыка когда идет я еду на коне вот и бах что-то в мысли приходит я быстро листочек достаю а у нас конная подготовка быстро пишу 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 там какой-то ну какую-то тему я думал вот и там буквально последний абзац остается бах все ушло и вот я потом его выдавливаю как-то сделал и все и я про чё говорю что когда я у нас был замполит я ему отдавал на проверку он говорит ты не вздумай на меня обижаться запомни критики это люди на которых молятся ну как бы это безбожная точка зрения но она имеет место быть вот поэтому к чему я все это говорю что она как критик вот и она много сказала там недостатков моих там говорю что это пока все разговоры вот именно у нас же там мы же это просто говорили у нас же там не было ни сроков не дат ничего не для того чтобы снять сию нужную мне информацию то есть путей много разных но вот один из путей я открылся и вот почему ну она чужой человек собственно она не здесь где-то там тем более она интересный человек именно в этом плане знаете здесь вот когда говорят соломон когда говорил при множестве советов состоится дело не знаю он не уточнил понимал ли он это я это как-то на занятиях рассказывал то есть еще просто повторюсь что при множестве советов с людьми которые в этой теме то есть не просто вот тема женить бы я могу с каждым посоветоваться допустим вот там девчонка живет вот как вот ты считаешь как ты считаешь а как ты считаешь а как тот считает а если я хочу там не знаю отремонтировать машину то я не пойду к нашей матушке который агроном она вообще там не рубит в этой машине ничего я пойду к игорю барабашу то там каждый бой болтик там к володе плотникову пойду вот а захочу рассаду садить я не пойду к игорю барабашу хотя он вроде там поля садит или там еще кому-то я к матушке пойду понимаете и вот здесь вот такой вот это называется вселенским обманом когда когда люди идут советоваться не к профессионалам которые люди не в теме естественно если человек со старых времен и в его детстве ходили в лаптях что он тебе посоветует как строили мой дом батюшка ходил бедный прямо умирал потому что в его время жили там в землянках все ну утрированно говорю умирал прям то есть вот это было его как бы помощь может быть он где-то там молился да ну вот зачем с бревна но вот ну вот ну с бруса ну ваше время с бруса строили там или в землянках жили сейчас дом построят тебе из золотых слитков если у тебя есть деньги плати тебе построить время двинулась вперед вот и тут еще главный прикол такой что удивительное свойство игнать тихоновича значит заставить ну как бы человека попереживать вот это как значит это же у нас деревня и а в деревне такой эффект говорят на одном конце кто-то пукнет а на другом конце скажет что обкакался вот я так прилично говорю вот прошел значит вы эту лидии фимону там назвали то что она поздно пришла блудницей вот ну и прошел как бы слушал утром иосиф приходит такой а мы его иноком прозвали такой приходит ко мне в это как же быть а он у мамы обедает а тут как раз она пересла к маме жить как же быть ну теперь как приходить мне обедать я говорю ну как ну с молитвы у тебя же отдельная чашка там ложка у него все там стакан такой отдельный а тут на ту беду возьми мама уехай в мамонтово и папа остался я такой ничего себе думаю а мы хлеб спекли думаю надо проверить срочно такой раз утром булочку приношу туда им помолился все раз так на них сидят за столом папа она думаю фу ну ладно понимаешь вот какие-то там слухи все это вот такая история так как бы все слава богу для меня это я говорю еще раз урок хороший поговорили потому что некоторые советы именно может дать только вот человек с другой стороны у которого есть какой-то небольшой опыт в этом вот своим ходить за таким опытом но я за другим опытом пойду к своим вот и никогда к вам не пойду за каким-то опытом там ну что-то бизнес и предпринимательства у вас другое видение вы как бы мой труд неуважительно отнеслись к нему то есть вам не понять там сколько я день я вкладывал что я там работаю так что я там и в поте лица работают хотя в поте лица это образное выражение это не значит что машине спа поедет ну он там не потеет там сзади 6000 тонн он и он их не тянет он рычажками управляет и все он спокойно едет это не значит что он не выполняет божью заповедь он честно работает все и поэтому когда кому-то надо советоваться то есть я пойду именно к нужным людям вот мое мнение а там дальше там то что люди пишут это смешно конечно а счетом пишет пишет там всякие врунда вот там сплетница конечно она я думаю что не надо было у нее спрашивать именно ну или как-то не знаю отдельно а вот именно правильный вариант что вы потом вместе пришли пришли потому что это уже не было бы сплетней вот потому что кто-то чё-то сказал где-то вот они два человека то есть если вас интересовало например о чем вы там говорили чего вот как раз два человека которые говорили и мы рассказали ну там она никаких сплетней ты не разносил какие сплетни просто этот разговор собственно она и не надо было там говорить там не знаю под каким-то давлением или чего вы там на нее как-то подействовали что она зачем-то вот в одностороннем порядке это сказал можно было не говорить потому что у нее свое видение у вас другое там вы там какие-то примеры приводите я говорю для меня например ну много вы там тоже говорили про меня там я на это внимание не обращаю потому что ну в этом вы для меня не пример то есть вы не бизнесмен никакой вы не предприниматель вы у вас бог дал вам проект благовестника проповедника с талантом учительством вот это тоже отдельные темы такие в плане от этих всех свойств или как сказать то что бог дает каждому человеку вот это ваша стезя вы там трудитесь всегда если богу хочешь послужить было марии марфа вот в истории ну мы по библии помним и святые отцы говорит если бы марфа там не накормила и марии бы не нужно было поэтому на марфу нельзя прям пренебрежительно то есть надо получается учитывать две стороны у меня можете рассматривать как марфа то есть вы даже спрашивали что что я скажу людям которые хотят организовать общину ну я подумал и мне есть что сказать людям которые хотят организовать общину это тоже уже отдельная тема может быть головин на отец владимир приедет если спросит или будет что-то скажу а чтобы ты ответил на этот вопрос его я бы ответил я бы не выдумывал то есть это выдумывать ничего не буду я просто говорю из опыта я бы конечно представился сказал бы что я приехал сюда пять лет назад практически вот но каждое лето я был здесь потеряевка значит я участвовал в восстановлении вот будучи ребенком мы тут работали таскали по 6 кирпичей это было неправильно вот потому что сейчас но есть определенные там какие-то болячки уже то есть нет смысла не говорить но это это неправильно я не понял что неправильно неправильно ребенку таскать по 6 кирпичей это это мы 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 участвовали в восстановлении потеряевки мы таскали по 6 кирпичей где кто давал 6 кирпичей я даже не слыхал там был халму вот было такое то как бы одобрялась что вот него молодцы давайте там я даже один кирпич ему не даю ну вот я говорю что как мы восстанавливали потеряю вот значит я бы три с половиной килограмма кирпич конечно конечно как ребенок я бы начал бы с вас бы естественно то есть организовывает он вопрос то какой как организовать общину община то есть подразумевается что есть какой-то лидер глава общины сейчас состояние сегодняшние вот отец владимир бы прошел да ну там скажет он это слух или нет печальное состояние внешнего вида то есть ну трава там какие-то заброшенные дома постройки вот в таком все стиле вот это печальное состояние это как сказать как сказал однажды путин когда вот на конференциях ему там позвонил какая-то бабушка говорит владимир владимирович это вы он такой да это я ой спасибо вам большое и все трубку положила он так замешкался ну чем могу сказать это результат совместной работы вот так красиво то есть я это тоже смотрю что это результат работы вот вот он я скажу вот вы прошли вы видели вы должны знать все стороны все стороны не просто там вот я сегодня организовывал вы должны стратегически подумать а что будет дальше вот вы прошли вы хотите вот так вот чтобы было там нет да или нет ага вопрос хотел бы задать вот отец владимир головин очень известный речь вот о миллионах людей и почему именно такой вопрос как в настоящее время он таким вот такой интонацией говорит что совершенно невозможное дело не осипов не смирнова потес димитрий не ткачева потес андрей не сам головин по порядку говорю не алфеев метрополит никто не создали не не стеняя полег никто не создал ни одной общины он понимает что нет не просто так а и спрашивать некого где сказать какие тонны и говорит я только хочу встретиться но не только с игнатьем тихонычем как общину создать то есть он хочет этой из этого и он понимает что это невозможно и к друг оказывается возможно как это можно размахивать руками когда ничего не создал человек но но готовая там где-то приехал и вот это но как и что он имеет ввиду что герман создал общину серверов нет конечно об этом даже речи нету вот он задает вопрос на полном серьезе вот я предаю одновременно вел занятия пяти университетах 13 школах пяти отделах районных милиции городском и краевом увд воинские счастья заводы фабрики все техникуме даже нельзя поверить что это все делалось в тюрьме в лагерях которые есть это и везде приходите с пустыми руками прокуратуре в кгб в судах даже идем мимо дом моды неужели вы здесь пропадали как раз здесь я проповедовал вплоть до последней сапожей мастерской а как я никогда не знал вот твоя мама приглашает меня в новосибирск я договорилась братка там со всеми учителями я прихожу они в один класс гоняет два-три класса дальше через коридор опять наискосок там и наконец через неделю я охватил всю школу и завуч сказал вот я с вами с первого дня она не так просто дали ученик учеников неизвестно кому вы все время начинаете со вступлений это мне понятно аудитория совершенно не подготовлены и каждый раз все по-новому она завучили я такого не встречала и даже не слыхала как про ленина то говоришь что мы не начали передавать и как это как вы к этому готовитесь и какая у вас программа университета но люди записывают готовы корреспонденты не где-то конгресс ученых там где-то приглашает меня там жаре салфера плауреат нобелевской премии и спрашивает как вы это подготовиться так могли дело потому что я не готовился и во вторых я никакой программы не имею вот это их просто ошибаюсь но как я просто молюсь ну представь себе у меня три тысяч четыреста шестьдесят семь стихотворений по 9 куплетов и которые занимаются и видят это невозможно одно стихотворение с двойным троним подтекстом как вы никак я это понимаю меня это нисколько не удивляет и удивляет их удивляет теперь по общине он задал это видно что человек понимает что все уходит все те все те которые перечислили вот первый вопрос они они не пытались создавать почему они не создали они не пытались они не знаю чего создавать вот они не знают значит то что обращается к вам молодцы то есть надо с чего-то начинать правильно хоть узнать там что-то как-то вот естественно и там насчет проповедей безусловно еще раз повторюсь проект проповедник талант учитель все не надо тут никаких просто люди сегодня не понимают вот ты посадил огурец это бог так устроил посадил огурец и огурцом знаете как огурцу знаете как тяжело быть арбузом про что я говорю про то что у них нету свободной воли он никогда не будет арбузом у него четко проект огурец он будет расти 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 бог ему будет давать солнышко дождик солнышко дождик он будет расти и вот так если человек узнает свой проект найдет свой талант ему бог просто будет туда давать а если ты не своем проекте если ты живешь по научению кого-то например да вон там барабаш 10 коров тебе тоже надо то есть ну и чё ну может быть это его там талант не знаю или там какие-то там не проверенные данные вот глушков там 8 коров и чё то есть это понимаете вот я просто владеют информации мне не интересно то есть но я не обижаюсь ничего то есть ну нормально сказал да сказал вот и человек бог дает столько энергии там человек встает 440 или еще раньше я вообще ничему не удивляюсь сегодня люди мучаются почему потому что не энергии не могут не встать не я вроде пытаюсь я все честно дело у меня вообще ничего не получается в библии написано про таланты библию же ее же понимать не только в прямом смысле но там в переносных там и так далее но в прямом то смысле тоже понимают как в благодарственном акафисе последние дабы умножив верены нам таланты мы вошли вечную радость господа и вас победный хвалу и аллилуйя то есть мы должны умножить и наши таланты а где ты его найдешь ты сегодня таланты чё знаешь какой-то талант нет типа да вот только моцарт талантливый сегодня талант иногда не так просто найти вот но надо искать а как искать через сделание не просто там я сижу телевизор смотрю там это мой талант нет конечно вот поэтому то что он приедет сюда он молодец он увидит по крайней мере он увидит некоторые хорошие элементы как создать общину первый скрепляющий элемент это устав устав и на тихо раздал его там всем придумайте естественно на это надо мудрость на это надо ну там не знаю наверно молились наверно как-то чтобы господь молились там говорят постятся потому что устав он сделан из своего личного опыта он взято что-то из библии там не пожелать чужого поля и так далее ну вот мы сегодня когда я говорю приехал сюда практически пять лет назад я пошел искать этот устав мы мы искали его минут 30 вот в итоге мы его нашли значит потому что я сюда не просто ехала мне то есть мне это надо было я и сюда ехал именно за этим я понимал именно уникальность вот этого места устав наш устав вот и потом мы его значит по моей инициативе подправили там что-то согласно современному же сделали дополнение дополнение старое мы не стали убирать вот в качестве истории как вы сказали вы это проверяли вот и теперь у нас уже в таком исправленном в дополненном состоянии потому что время идет какие-то ситуации случаются новые абсолютно неведомые которые нужно было прописать вот что что для него со 1 устав создать вот второе работать с молодежью то есть выстраивать коммуникации здесь в деревне никто никто этим не занимался сегодня такое состояние что дети выросшие здесь деревни практически навсегда как это сказать слово потерян и в общем и не приедут вот практически все и практически навсегда почему потому что никто не работал в этом направлении духовные зерна сеяли да ты духовное посеял ну там когда-то они взойдут когда-то вот где-то может быть что-то прорастает уже вот но еще раз повторюсь что этот мир он не существует пассивно если есть один игнатий тихоныч что этот мир это игнатий тихоныч там в сотой степени вот такое вот давление или там еще больше этот мир прожевывает мозги этот мир он лучше лучше чем игнатий тихоныч чем еще кто-то и поэтому если ты в чем-то не позаботился сегодня о ребенке не научил его там как не знаю работать как деньги зарабатывать ты не оказался примером сегодняшнего времени не вошел в этот формат вот то все до свидания то есть естественно ребенок ему то есть ну что я сегодня слышу как бы все мы скотина надержались мы там в говне наплавались все вот вот это я ему скажу скажу делайте упор на молодежь нету смысла делать там упор на стариков не выбирайте систему управления тоталитарную систему управления которую выбрали вы потому что ну плоды и и сегодняшние мы видим и эта система которая основана на одном человеке сегодня его уберешь все если рассматривать на фирме вот фирма рабочий процесс все деньги зарабатывают и она допустим на одном человеке только завязана он там всем все смотрит ходит убери сегодня его все все разбежались производство остановилась это мне как предприниматель то есть это это неправильная система управления я когда приехал в уставе значит я больше выделил именно роль управлению деревни то есть вот у нас управление мы там прописали староста значит деревенский совет в который входит батюшка и члены деревенского совета мы сразу оттуда вычеркнули просто номинальных членов деревенского совета то есть деревенский совет это как депутаты вот так скажем слуги народа и те которые там как бы ничего не делали просто вычеркнули и все вот вот именно староста деревенский совет с батюшкой какие-то вопросы решать и потом в конце уже общее деревенское собрание вот это если мы говорим как создать общину сегодня все понимают ну кто все опять же понимающие что наилучший способ жизни для христианина это общинный способ жизни именно каждый со своим капиталом вот как сейчас это просто благоприятнейшее время ты встаешь там рано пожалуйста держи там ну или как там у тебя есть силы держи пять коров у этого есть силы 10 коров держать то есть тебе никто не лезет там держи свиней не хочешь свиней держать курей держи кур вот поэтому сегодня я говорю это наилучший способ общины друг другу помогаем у нас духовное общение у нас занятия проходит обязательно чтобы если эти сголовин что-то сделать обязательно что были занятия то есть мы не будем ничего придумывать я ничего не придумаю я просто ему скажу то что увидел я вот и я скажу то что если он хочет богу полностью послужить пусть обязательно найдет себе марфу если он будет марией талантливую марфу вот пусть это будет какие-то проверенные люди обязательно после 30 и обязательно семейные вот потому что с молодежью нужно контактировать со всякой с 15-летней то есть спрашивать их мнение не то чтобы там а мы хотим там нет пусть они скажут там не обязательно надо понимать чем они вообще что у них мозгах то спрашивать 15-летний 20 и 30 там 40 вот и потом уже выносить взвешенное решение в плане каких-то вопросов вы вы когда ведь пожалели нет что устав у нас здесь есть деревне что вы создали устав я даже не думал живем и живем я вообще об этом не думаю благодарю богу все время за это озеро где мы были за это чая все пришли вы да хорошо мы просто когда общались а вот вы говорите вот спилили маврийский дуб без меня а у меня так мысль думаю причем здесь вы вот причем здесь вы у нас было с общедеревенское собрание мы голосовали но даже если бы вы присутствовали одна рука против большинства голосов мы бы все равно спилили то есть ну да почетный член деревни причем здесь вы то у нас есть система понимаете и когда вот именно завязано все на одних людях то есть до моисея арон мы знаем что арон умер в пустыне это даже из пустыни не вышел с горы только посмотрел это я говорю к тому что если кто-то не может подстроиться под внешний формат но здесь нужно четко понимать что я не имею ввиду внешний формат то что говорил шахматов сброй бороды у тебя будет больше народа я не про эту глупость говорю вот здесь будет все строится именно на христианских на христианском учении вот закон первый это мы живем божий закон соблюдаем конституцию российской федерации наш устав вот как у нас будет здесь все соблюдаться допустим был я здесь или не был просто вопрос как он появился почему огороженный был какие были меры сохранения его какое название как для приезжих это было здесь ничего не то прогнозали спилить волю ведь почему потому что он разлезся он стал старый от него уже толку он уже пошел вниз уже трескается ветки уже вот так вот пошли огораживать уже там никто не будет этим заниматься даже тот хозяин который напротив не уже тому вообще уже ничего не надо вот поэтому и он дорогу из-за него не просматривает то есть взяли убрали все спилили не просто выкинули он послужил он послужил дровами то есть последнюю пользу принесла куча стояли же пни посреди деревни это лучше не пни а дрова напилены их увезли остались пни на том месте я говорю ну пни их надо бензопилу больше значит и все знаешь оно дерево нарисовали не рисовали сфотографировали и провода идут прямо так и вот приехала машина это это ли в германии или где и вот так вот и где провода идут и вот так вот вы да 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 а внизу коснись у нас пол гектара леса снесли бы я всегда то вспоминаю во первых это исторически просто реликтовый момент был был он назван я повторяю как это старое было и старым и то что у него дальше ветки а там провода натянуты было подложенные чтобы не перерезала а для чего делали память с первого дня я предложил гордовазе загородим и и будет как мамрийский дух у которого была встреча такая то вот и как бы говорим как бы за решетчиной сеткой было и там песочница была приходили в обед к доить коров а ребятишек некуда было девать в начале так как было ребятишки там играли для них все было там готово всегда стояла ведро с холодной водой для проезжающих там конфеты там семечки и написано евангелие лежала это история а вы раз и спихнули я то спросил а чем двигались да ничем дорогу закрыла дорогу то едет один раз в месяц а вот там как нам ехать там ветла и посреди ветлы красивейшая береза посреди кустиста 1 поднималась одна вот как нашим огородчику идти туда приезжая нету а почему спилили да кому же нам мешало то на как а двушка выйти туда в низинке красота я думал там скамейки поставить отдыхать одна красавица а вокруг не купай вид ветлы а что когда включали телефон это мешало электроволнам проходить и кто спилил опять же завешен был игорь барабаш и священник был желтухин что-то поселили они добавили к этому нет конечно еще и это невозможно восстановить этого лет 70 такая красота наращивалась чтобы показать а мы раз и спилили а почему проголосовали а галдыши как отец говорит проголосовали голосовальщики ты ее сохранял ты садил нет а мы ну вот и получается он пришел в негодное значит просто тут какой вариант а по нему вариант маленькие лазили лазили это было и прошло все эти я говорю что он развалился уже не видно я не против спилили да спилили нет а я говорю за то что не просто спилили а если нам нужно парк да давайте вот я спилился с воде вот это дерево за место вот этого большого я посажу еще березку молодую вот как делается еще не будет посажен никого это не надо никому это не надо это также родили сколько раз ты знаешь история какая девчонки голышков знаю знаю рассказали да из платка да да я пошел туда план какой давайте эту территорию отрежем к нему пускание без платка очень мудро очень мудро понятно да там все история наша история а здесь еще хотя бы записали сохранили где-то и сказали вот так было это относится к раскопщине 21 тысяча селения разрушена уничтожена полностью там ни одного человека нету 10 тысяч написано дышат на ладан один два человека это уже 31 тысячи это не человек селений и почему никто не восстанавливает где-то община создана до никакого мысли не пришло потому что без бога ничего нельзя сделать вот здесь на бога мне один сказал теперь он не кандидат богословских наук не магистр а доктор богословия когда я сказал вы говорите все это такая же у вас бездушность какая-то вместо сердца ржавая железка а мне в ответ тогда и пришел ответ вы может быть завидуете то что у вас специального образования нет как у нас духовная академия ординатура докторанты стали я говорю никто не уродовал мою душу я рос перед богом в молитве а вы берете то что на глазах открытой и в извращенном виде что вам осипов скажет бритый масон сидит по сегодняшний день 82 года и в галстуке и бритый ну маленько то спроси когда близко поступить семинары не допускали он был профессором это как надо быть вперед все обдумано не успеет власть мигнуть он уже подлизывает я разъясню вам откуда это все идет а а вот а как вы это знали я даже сказал проповедь и фото она мне записано речь сегодня одной проповеди а а от тысячах из них сохранилась 1300 и каждую проповедь считает уникальной как архиерей вышел за таларя прям то уже спрашивает меня где вы берете эту тему вы где-то считали игре нигде нигде ни одного стихотворения я нигде никому не подражаясь вы сказали но кому-то маленько ну маленько-маленько боком бальмонту вот бальмонту может быть константину дмитриевичу ну я к нему не отношусь вот именно вот так как вот двойной тройной переклад событий экстраполяция во времени на сегодня через тысячелетие конкретных считающему один прочитал какой-то сумятица такая не поймешь о чем играть и сколько рассчитал один раз я вы завтра еще прочитан прочитал вот это да а третий раз прочитала без войны да ты нахал говорит вот его ты понял счетом заложенным я сам считаясь трудом нахожу господи это как же так это я первый раз их вижу это пойми я я это знаю то есть это это не секрет это бог дает какого нет будет он спрашивать а вообще нигде голоса не подавайте нигде об этом не надо он приедет ко мне желаю узнать и я отвечу так я просто почему хочу потому что смотрите я не согласен даже на ноль я согласен только на плюс только на благословение вот он получил от вас все наставления которые касаются чисто марии я согласен абсолютно приехал все начал все строить все в бах и прошло там пять десять лет он смотрит да что ж такое он христианин он не будет вас там проклинает там не он не будет но в душе где-то начнется ропот там у него или еще у кого-то и понимаешь а ропот это уже не благословение я на это не согласен я не согласен на ноль я только на благословение согласен и я ему скажу скажу что у нас марфа всегда была в пренебрежении вы хотите послужить господу служите будьте марии и марфой вот как должно быть замечательный проповедник но как управление себя его вообще не вижу то есть у него нету там не знаю там талантов или еще что-то как вот это сказать да вот откуда он берет стихи это бог дает откуда тесла берет он говорит да мне как-то вот с космоса там все это это понимаете я просто обладает информации я знаю что люди это вот там психологии или что-то я когда учился значит у бизнесмена там у руководителя он сейчас учит таких же бизнесменов вот и там проходили вот эту как раз тему о талантах о талантах что каждый талант несет себе функцию святости что если у тебя есть такой проект и ты следуешь четко ему тебе бог все туда даст и ты один на земле 7 миллиардов и остальные 600 999 не смогут делать ты будешь делать какое-то дело лучше всех вот этих 6 тысяч там 6 миллионов или миллиардов 999 именно какое-то вот одно дело это бог так просто создал он так сделал а у человека может быть еще не один талант вот и поэтому я ничего не придумаю я просто вот говорю я хочу чтобы у него было намного лучше чем у нас вот я не я не боюсь что здесь так тоже же мысль откуда она мне пришла не вы меня сюда не привезли не стерлигов меня сюда вот бог как-то вот создал все условия вот так в одну линию собрал что пришла мысль однажды прихожу говорю суша поехали в деревню жене своей он так ну поехали вот так спокойно меня то есть поддержала вот и приехал увидел определенные развалины именно внешнего вида и хочу как бы игнатий тихонич создал фундамент до фундамент он создал вот и на этом фундаменте мы построим новое общество согласно того что заложили мы возьмем только самое хорошее наша задача здесь сохранить и приумножить вот потому что я говорю когда я приехал я узко устав искал 30 минут с батюшкой мы уже а мы с иосифом пришли к нему и давай уже смеяться типа да то ли он был то ли не был вот в итоге нашли кое-как знаешь вот спилили дуб вот так это еще раз путину вернитесь это результат нашей работы вот результат нашей работы что так взяли спилили никому ничего не надо и все я то здесь ни при чем я пять лет привез пять лет назад сюда приехал это я пытаюсь тут что-то как-то а мне говорят пытаюсь что тут что-то как-то сказать а мне да ты там сиди тебя не было тогда и все и как бы реально что когда что-то там случалось у кого-то обиды какие-то еще что-то связано с вами меня там не было поэтому ну у меня как бы своя линия я говорю вы мне зато не говорите потому что меня там не было я сейчас приехал вы мне говорите за сейчас почему ты вот так делаешь почему ты не можешь мусор ты христианин мусор вы выбросить четко в в эту в яму почему а мы говорим там о проповеди мы можем языком болтать сколько угодно но надеть то есть слово ты можешь опровергнуть словом а что ты опровергнешь свою жизнь чем-то проверки каким делом ты как ты покажешь то каким словом если ты уже что-то конкретно сделал я это вижу если вы в чем-то не не стали примером ну вы должны с этим согласиться не стал примером и все вот потому что мы не умею я строить по настроил вот я считаю это результат того что советская власть власть просто раздавила вас как личность но бог оставил калачок недоступны для безбожников для этих калачок именно великого проповедника и учителя вот а вот это все постройки которые там ну понимаешь просто ну слезы вы не понимаете что я тут строю а мне смешно и вся молодежь как бы смеется есть вот такой вот может быть это обидно слово совковый подход в плане вот этих озер там всех то есть ну как бы ну чё ну я пришел да я просто отдаю как бы дань почему вот чтобы я мог что-то говорить я вот сегодня участвовал да и поэтому я могу говорить я могу рот открывать что да я это видел да понимаешь я вот это как это сказать поколение того периода называю эти процесс ники результат не важен вот она мне от мне важен результат вот этот процесс просто камни с места на место можно перетаскивать чтобы там типа в поте лица было мне нет мне мне важно чтобы вот так вот строить там или как то нет 10 раз подумать если у тебя чего-то не хватает там не знаю образование не хватает значит есть люди которые могут это сделать денег не хватает ну копии деньги или как понять мечта желание такое по крайней мере чем можно оправдать ваши вот эти пруды я говорю для либеральных этих смотрителей которые к вам относятся как-то с другой точки зрения 80-летний дедушка что-то делает ну делают в плане вот он так видит это потому что так вот его времена вот так вот делали вот то есть в наши времена мы уже мы так делать не будем вот мой брат роман у него нету строительного образования он в сто раз все лучше вас делает красивее вот этот талант вот ему бог дал талант но не пойдет по он он не проповедник понимаешь вот если ну я вижу я говорю ну просто я отношусь как детям ну там у не понимаешь там как там что там деньги ну ты меня ни разу не научишь деньги зарабатывать ты ни разу жизни деньги не зарабатывал вот чем ну чем там печки ложил я щас не про печки говорю а вот или там у нас все открыто нет нету такого смысла на все открыто библии есть ветхом завете один царь от радости такой бог его там вылечил с вавилона пошел хранилища золотом показал все радостный бог потом говорит ну и что ты зачем ты это сделал все отниму тебя царство и все понимаешь это говорить можно сколько угодно здесь ничего нету такого чего-то страшного я по крайней мере вы ко мне пришли там пойдем помочь я не сказал зачем мне это надо там или еще что-то ну теоретически мог но но нет это неправильно я пока еще молодой я же не буду вам жаловаться чем у меня там позвоночник и позвоночник болит там утром может быть кое-как встаю вот ну пошел вот поработал такая прям я говорю такая тренажерка все группы мышц интересно как это все завтра будет вот зато я работал да я это видел и просто дань уважения вам ну и например если в стратегическом плане смотреть ну лет пять это простоит наверное лет пять простоит да а спросят меня как бы ты сделал как бы я сделал вы начали это 75 лет делать да то есть ну там подкопили наверное до этого времени деньги там или что-то ну если бог даст доживую а я планирую пораньше я бы уперся бы в одно озеро вот сделал бы конечно у нас уже были мужи на эту тему разговаривали если я хочу что-то сделать я бы там бетонные бы это сделал да это вложение определенное да но это было бы конкретное озеро каждую весну бы куча мужиков пенсионеров и там уже всех выжатых сил бы они бы не бегали по озерам бы там не затыкали бы эти дырки вот и вот она вопрос о благословении то есть не проклятие но какой-то там какой-то ропот какой-то в это это уже не благословение я на это не согласен согласен только на благословение мертвые души гоголя считал давно в школе было давно в школе было там манилов такой был по фавилям не помню точно не помню точно не скажу не знаю но потом это вошло уже поговорку маниловщина все которые как-то относятся как-то там молодые грубят игру никто же не думает то есть вот она ваша вера ты ты грубишь старому человеку ты же не думаю что ты когда-то старым станешь и все это вернется тебе там десятирицу или старицу или там в детях твоих еще как-то и жизнь сокращается и жизнь так ну типа типа это не мой отец ну так ну и что не твой отец что там же родители написано я вижу вот просто я чего говорю то вижу вот как я приехал сюда правдолюбие там какой-то или не знаю да есть устав есть определенное нарушение там а то вот народ приехать на какой народ приехать я говорю а вы сегодня готовы чтобы народ приехал вы то что вы можете показать сегодня до сих пор у нас есть некоторые вопросы там с некоторыми лицами которые там ежегодно нарушают один и тот же пункт понимаешь у нас есть пункт один значит как бы за нарушение есть другой пункт там про скотину который говорит что вот если это же скотина она может отвязаться у тебя вырваться ну скотина мы в деревне живем есть другой пункт что если увидел сообщи хозяину поймай помоги там устав все прям мудро прям все хорошо составлено я думаю там не знаю если вот у нас просто я говорю мы какие дополнения делали это вот они согласно уже каким-то новым событием который просто необходимо было добавить мы их добавили для того чтобы не было вопроса также как с малышом тут вопрос был ваш человек был тоже вот малыша я говорю ну и что такого это был человек привезенный игнатием тихоновичем да он вошел сюда в деревню с нарушением вот потому что не было ни собрания не заявление ничего то есть как там просмотрели кто за него отвечал вы слишком верите сегодня интернету а есть такая фотка ленин ленин и подпись такая главная ошибка сегодняшнего населения то что они очень сильно верят в интернет в надписи в интернете и там владимир ильич ленин смешно то есть даже в этой фотке то есть ну нет интернет это там есть и добро конечно ну вот так вот верить там как не знаю поэтому я говорю что я предложил и батюшки там немножко но как бы дополнительную систему вхождения сюда ну кто хочет быть членом общины мы сюда тоже не можем никого звать так можем можем но просто рассказываем что здесь не просто так жить общинная жизнь это жизнь подводной лодки и сегодня сегодняшние люди там городские особенно я говорю а готов ли ты жить подводной лодки все твои грешки вскроются сразу это ты там в городе можешь воскресенье в храме встретиться ой с праздником с праздником ну и все разбежались дальше тебя опять неделю никто не видит вот здесь нет здесь немножко все по-другому будет здесь просто все первые пять условий чтоб человек соответствовал когда разговор ведут у нас тут один приехал все осмотрел бородой прекрасный такой вид видно трезвый не пью я не ходил но я матерюсь я не хочу скрывать все как все тут не по мне я